В США обеспокоены возможным вмешательством Беларуси в дела России и Украины. Американцы предупредили Лукашенко, что если он поможет России напасть на Украину, то ответ будет жестким и решительным. «Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска будут постоянно дислоцироваться на их территории, НАТО вполне может потребоваться переоценить собственную группировку сил в странах, граничащих с Беларусью», — заявил американский представитель. В западных столицах бьют тревогу об опасности нового крупного конфликта после того, как Россия сосредоточила, по оценкам украинской разведки, 127 тысяч военнослужащих вдоль границы Украины и развернула значительные силы в Беларуси для того, чтобы, по словам Москвы и Минска, провести внезапные военные учения. Соединенные Штаты и НАТО опасаются, что наращивание военной мощи может быть подготовкой к потенциальному вторжению, что Москва отрицает и предупреждает, что нападение России вызовет разрушительные экономические санкции, а также усиление присутствия Западного военного альянса в Восточной Европе. Президент России Владимир Путин поддержал Лукашенко в его противостоянии с Западом из-за спорных президентских выборов в августе 2020 года, в результате которых белорусский лидер пришел к власти шестой раз подряд. В ответ на политический кризис Лукашенко подписал с Москвой пакет символических интеграционных соглашений, признал Крым российской территорией, приостановил членство Беларуси в Восточном партнерстве и перенаправил часть экспортных потоков через российские порты. Он сделал почти все, чтобы угодить России, которую избегал долгие годы. Однако любимый прием Лукашенко с Кремлем — это антизападная риторика и расширение военного сотрудничества с Россией. Такая риторика не может сильно ухудшить его отношения с Западом, учредивая, что тот скорее мертв, чем жив. Кремль, конечно, рад это слышать. И в отличие от структурной экономической и политической интеграции между Белоруссией и Россией, такая риторика мало обходится Лукашенко. После того, как российские танки проедут по белорусской земле во время военных учений, Москва, вероятно, получит от Минска солидный счет за эти союзнические услуги. Для России развертывание более крупных сил в Беларуси для маневров — удобный способ усилить давление на Украину. Хотя эти учения запланированы на 10-е, 20-е февраля, в Беларусь уже прибывают войска Восточного военного округа России. Россия разместила эти войска не только вблизи границах с Украиной, но и в других районах Беларуси, далеких от тех, где должны проходить учения. Российские войска перебросили в Беларусь беспрецедентное количество военной техники. Однако остается неясным, намерен ли президент России Владимир Путин снова вторгнуться в Украину. По всей видимости, его планы остаются загадкой даже для Лукашенко.